Более двух десятилетий Кайзер постепенно создавал флот, чтобы бросить вызов британскому владычеству на морях. К 1914 году, благодаря мощи военной индустрии и таланту инженеров, Германия стала самым могущественным милитаристским государством в Европе. Это предопределило начало Великой войны. Кровь и железо. История германской военной машины. Серия первая. Великая война начинается. Её назвали «Большая Берта» в честь внучки пушечного короля. Эта гигантская мортира достигала 7 метров длиной и весила почти 100 тонн. Боевой расчёт такого орудия составлял 200 человек. Промышленная династия Круп играла огромную роль в становлении Германии, в особенности той её части, что называлась Пруссией. Продукция сталелитейных заводов Круп, плод трудов высококлассных инженеров и искусственных рабочих, гениальные идеи, реализованные с немецкой тщательностью, всё это стало основой индустриальной мощи Германии. Бурный рост военной промышленности привёл к тому, что на целое столетие Германия захватила политическое владычество в Европе. Из всех немецких государств самым крупным и преуспевающим была Пруссия. Она обладала богатейшими источниками природных ресурсов и огромным промышленным потенциалом. Именно дисциплинированная прусская армия обеспечила в 1815 году решающий перевес в битве при Ватерлоу. Победа над Наполеоном изменила всю карту Европы. До тех пор Германию составляла группа разрозненных княжеств, как сказал один историк, не нация, а лишь имя. Однако всего лишь 50 лет спустя ловкость прусского дипломата и разящая сила прусской армии привели к созданию единой германской империи. Отто фон Бисмарк родился в 1815 году. Это был человек, обладавший необычным влиянием не только в Пруссии, но и во всей Европе. Бисмарк был министром иностранных дел Пруссии. Столь сильной политической фигуры Европа не видела со времен Наполеона. Его речи не оставляли сомнений в том, что Пруссии судьбой уготована стать центром нового германского государства. Дайте в руки прусскому королю, возможно, большую военную силу, тогда он сможет проводить желательную вам политику. Политика не делается речами, стрелковыми празднествами и песнями. Она делается только железом и кровью. Железо и кровь воистину оказались сильнее дипломатии. Франко-прусская война 1870-71 годов была последней в ряду войн, начатых Пруссией и подкрепленных ее промышленно-экономической мощью. В их результате три старания разрозненных земель обратились в единое государство, новую империю или Второй рейх. 18 января 1871 года в зеркальной зале Версальского дворца Вильгельм I был объявлен императором Германии. Германия, наконец, стала единым государством. Расположенные в самом центре Европы, новые владения Кайзера простирались от Кёнигсберга и Данцига на востоке до Страсбурга на западе. Границей Германии на юге была немецкоговорящая Швейцария, а к югу-востоку лежал грозный соперник — Австро-Венгрия. Восточными соседями Германии были Польша и царская Россия, а западным — извечный враг — Франция. Германия в то время была крупнейшим государством в Европе. Благодаря военным репарациям, заплаченным Францией во всех сферах германской жизни, шло бурное строительство. Промышленность получала большую помощь от германских банков, которые могли свободно распоряжаться деньгами вкладчиков, инвестируя их в разные выгодные проекты. Начался индустриальный бум. С 1871 года, за три года после конца войны, в Пруссии было создано больше предприятий, чем за все предыдущие вместе взятые годы. Немецкая промышленность с готовностью перенимала опыт зарубежного производства, внося в него необходимые коррективы и улучшения. Добыча угля, столь необходимая для развития тяжелой промышленности, также повысилась после объединения страны. В 1871 году Германия отбывала угля в три раза меньше, чем Британия, мировой лидер в этой области. Основные горно-рудные предприятия Германии были сосредоточены в Рурской области, в районе Дюссельдорфа и Эссена, а также в Рейнской долине. Рост производства шел огромными скачками. В 1913 году Германия по объему угледобычи догнала Великобританию. Столь же бурно развивалась в Германии сеть железных дорог. Это объединяло страну и создавало возможности для простых и дешёвых перевозок. Пыльные разбитые дороги сменились стальными рельсами, что облегчало как транспортировку людей, так и доставку сырья в разные районы страны. На фоне индустриализации возникали такие компании, как Сименс и АЕК, бывшее немецкое диссоновское общество, проводившее электрификацию германских городов. Дешёвая и надёжная энергия поступала в населённые пункты по всей стране. Промышленный рост шёл ударными темпами. Германия стала индустриальной сверхдержавой Европы. И в отличие от Англии и Америки, где монопольные соглашения были либо запрещены, либо попросту аннулировались, в Германии монополии и картели стали неотъемлемой частью жизни. Компании росли, происходили слияния, поглощения, и образовывались громадные картели, которые монополизировали рынок и диктовали цены. Чтобы удовлетворить потребности этого экономического колосса, требовалось всё больше рабочих, и в рейх хлынул поток иностранцев. Они приезжали из Польши, России, Австрии, Италии в поисках работы и заработка. Большинство этих рабочих были заняты ручным трудом на каменоломнях, в шахтах, на стройках и сталелитейных заводах. Везде, где условия труда были крайне низкими, в дело вступала иностранная рабочая сила. Несмотря на всё растущую численность и главную роль в экономике, иностранные рабочие находились в германском обществе на положении изгоев. Выдающийся лайпцигский профессор так озвучил эту тревогу в 1910 году. Лозунг «Германия для немцев» может показаться шовинистическим, но это не так. В этих словах кроется простая истина. Если мы расширим квоты на иностранную рабочую силу до пределов желаемых работодателями, то вскоре нас будут ожидать серьёзные неприятности. Смешение с этими чужеродными элементами лишь ускорит катастрофу, лишив чистоты германские племена. Да сохранит Германию проведение от того, чтобы наблюдать, как наши собственные сыновья уступают место на нашей земле иноземцам. Передовиться в германской националистической газете не оставляло сомнений в природе проблемы. Поздно мы спохватились и пустились на поиски исцеления. Мы должны стремиться держать этих людей вдали от здоровой основы нашей нации, вырывая чужеродные ростки с корнем. Большинство честолюбивых стремлений Германии было результатом соперничества с европейскими соседями, особенно с Великобританией. На протяжении столетий Королевский флот служил демонстрацией военной мощи Англии. Британии восторгались, и именно ревнивое отношение к британскому владычеству на морях привело к созданию германского флота. «У меня была особая страсть к флоту», писал в своих мемуарах кайзер Вильгельм. «В большой степени это следует отнести за счет моей английской крови». И действительно, королевские семьи обеих стран были связаны теснейшими узами. Властолюбивая английская монархиня королева Виктория была наполовину немкой. Она вышла замуж также за немца, принца Альберта Саксон-Кобург-Готского, своего двоюродного брата. Их первый ребенок получил имя Виктория Луиза. В семье принцессу называли Викки. Викки была близка по возрасту к юному прусскому принцу Фридриху, и две королевские семьи решили упрочить взаимосвязь, поженив своих детей. В 1858 году их высочество, королевская принцесса Луиза и принц Пруссии Фридрих Вильгельм, сочетались с браком. Вскоре у пары родился сын по имени Вильгельм. Этот ребенок был внуком королевы Виктории. А в его венах текло поровну английской и немецкой крови. Было лишь естественно, что юный Вильгельм относился к своим английским кузенам со смешанным чувством ревности и зависти. И мало что поменялось, когда 30 лет спустя, в 1888 году, он взошел на трон. Берлин в конце прошлого века. Столица Пруссии и культурный центр Германии. Но это была новая столица, стремящаяся к показному блеску. И в ней было мало очарования древних столиц Европы. Множество знаменитых берлинских зданий, включая Рейхстаг, были построены в те времена. Немецкое общество жило богато интеллектуальной и культурной жизнью. Это прождало на свет классический идеализм Гёте и Бетховена вкупе с бурным романтизмом Шумана, Брамса и Вагнера. Однако, несмотря на все эти достижения, Германия считала себя отстающей. Каким образом новому кайзеру добиться паритета со своими английскими родичами на мировой сцене? Ответом был флот. При том, что в прежних германских военных кампаниях флот никогда не был ключевым элементом. Ответственным за будущее владычество Германии на морях был назначен адмирал Альфред фон Тирпиц. Со своей длинной бородой и двумя клиньями он стал узнаваемой фигурой для целого поколения германцев. Он лично проводил и в обществе, и среди политиков идею успешного кораблестроительства в Германии. Со временем ему удалось убедить кайзера и парламент выделить значительную сумму денег на создание германского флота. Тирпиц верил, что Германию ждет судьба великой морской державы. Флот предназначался не только для защиты рейха, но и для укрепления экономических позиций Германии. Экспансия Германии на морях, заявил он, неотвратима, как закон природы. Члены германского парламента выразили совокупное мнение по этому вопросу. Есть только один способ в нынешних обстоятельствах защитить германскую морскую торговлю и колонии. Германия должна иметь военный флот, столь сильный, что даже при конфликтах с крупнейшими морскими державами возможная война с нами угрожала бы поколебать их собственные позиции в мире. Тирпиц получил помощь из влиятельных рук. Предприятия семьи Крупп производили теперь не только гигантские пушки, но и стальные корпуса кораблей. Кроме того, фирма Крупп приобрела судоверфь Германии в городе Киль на северном германском побережье. Вкладывая в свою новую собственность миллионы марок, Круппы постоянно модернизировали её. Семейство Крупп стали главными подрядчиками по строительству кораблей и подводных лодок. Они производили пушки, стальную армированную обшивку для корпусов, паровых котлов, машинных отделений. Фирма Крупп могла построить целый флот, практически не прибегая к помощи извне. Хотя Кайзер был внуком английской королевы, так же, как и германского императора, он не до конца понимал последствий бурного военного строительства в Германии. Новый флот бросал прямой вызов основам британской независимости и процветания. Со временем осознание реальности флота Терпица, представляющего угрозу для Англии, начало проникать в умы британцев. Дружелюбное отношение Германии постепенно сменилось настороженностью и недоверием. Германия рассматривалась уже не как союзник, а как выскочка и потенциальный соперник, грозящий подорвать основы британского владычества. Чтобы закрепить свою незаблимую репутацию хозяев на морских просторах, Англия ответила на вызов Германии. Постройка корабля «Дредноут» произвела революцию в военно-морском деле. Это судно было в два раза мощнее, чем все его предшественники. Это был бронированный линкор с водоизмещением в 17 тысяч тонн, спущенный в Британию на воду в 1906 году. Громадное судно, оснащённое 10-12-дюймовыми орудиями и 24-12-фунтовыми скорострельными пушками. Это захватило всеобщее воображение, и вскоре возникла абсолютно новая стратегия модернизации флота. Боеспособность мерилась исключительно по количеству «Дредноутов». Оби нации включились в соревнования по постройке возможно большего числа кораблей этого класса. В Британии за «Дредноутом» последовали «Колосс», «Геркулес», «Орион», «Громовержец», «Монарх» и «Завоеватель». В Берлине Тирпиц и Кайзер строили собственный флот. Броненосец «Дойчланд», который был меньше и тихоходнее «Дредноута», был спущен на воду в 1904 году. Строительство «Нассау» — первого кайзерского линкора класса «Дредноут» было начато в 1906 году. За ним последовали «Вестфален», «Потсдам» и «Рейнланд». Эти корабли, сопровождавшие их бронированные крейсеры, составляли основу плана «Терпица» бросить вызов Британии и утвердить германскую мощь на мировой арене. Осознавая, скольких затрат будет стоить восстановление морского владычества, Британия обратилась к Германии с предложением найти взаимный разумный компромисс. Однако было уже слишком поздно. Ни Рейхстаг, ни германское общество не желали умерять своей амбицией. Кайзер написал своему послу в Лондоне, «Мне не нужно взаимопонимание с Англией ценой сокращения германского флота. Наш флот строится не как угроза кому-либо, и Англии в частности, но в соответствии с нашими потребностями. Это положение ясно прописано в военно-морском законе, и оно не претерпело изменений за 11 лет. Закон исполняется неукоснительно. То, что нравится или не нравится британцам, нас не волнует. Если они хотят войны, пусть начинают. Мы её не боимся». Хотя Кайзеровский флот крепко строился на традициях, немецкие изобретатели уже вовсю предлагали новые военно-морские технологии. Вильгельм Бауэр был одним из первых конструкторов подводных лодок. Большинство проектов Бауэра опережали своё время и были недоступны для технологий 19 века. Его считали фантазёром, и ему было трудно получать одобрение на строительство подводных судов. Однако чертежи и разработки Бауэра открыли дорогу для нового поколения германских инженеров и конструкторов, и они создали первую в мире боевую подводную лодку, которая получила обозначение в виде буквы «У». Бауэра опережали своё время В 1906 году на Крупповской судоверфи Германия было закончено строительство первой современной субмарины «У-1». Это было революционное оружие, которому потенциальные враги Германии ничего бы не смогли противопоставить. Однако Терпиц, не отличавшийся богатым воображением, относился к новому изобретению скептически. Его приверженность линкорам сыграла на усиление главного врага Великобритании, ограничив развитие новой системы вооружений. По правде говоря, первые подводные лодки мало что из себя представляли. Их средняя крейсерская скорость была всего пять узлов, и оснащены они были лишь четырьмя торпедными аппаратами и несколькими миномётами. Однако сомнения военных по поводу детища Бауэра были ничто по сравнению с отношением к творению другого германского изобретателя. К исходу века граф Фердинанд фон Цепелин уже десятки лет вынашивал идею моторных и воздухоплавательных кораблей. Со своими белыми усами, как у маржа, отставной и кавалерийский офицер был почти в 62-летнем возрасте, когда 2 июля 1900 года впервые совершил восемь. Немецкая военная газета была в восторге. Ни в одной стране не было ничего подобного Цепелинам по размеру и грузоподъёмности. Поддержать графа многие считали едва ли непатриотическим долгом. Какой ещё народ, писала немецкая военная газета, может создать воздушное судно хоть в чём-нибудь сопоставимое с нашими Цепелинами? Ещё одним мечтателем нового времени был Отто Лилиенталь. Он заложил идею пилотируемой авиации задолго до братьев Фрайт. Он первым разработал и систематически испытывал летательные аппараты тяжелее воздуха. Начиная с 1891 года, он создал и испытал по меньшей мере 18 типов летательных аппаратов, а также совершил более 200 полётов на планёрах собственной конструкции. Он разбился во время одного из таких полётов в 1896 году. Однако мечта о полётах, о возможности совершать быстрые манёвры во время войны захватила воображение германского военного руководства. Имперские военно-воздушные силы Германии были основаны в 1912 году. Первые военные самолёты были неуклюжи и малоэффективны. Резкая смена высоты могла разорвать ушные перепонки. Грохот и вибрация двигателей периодически оглушали пилота и экипаж. Лётные очки сужали угол зрения, а полёты в зимние месяцы на большой высоте были практически смертельны из-за крайне низких температур. Ещё одно новое оружие появилось в результате работы немецких химиков. Фритц Габбер был одним из ведущих учёных Германии. Он был еврейского происхождения, но ещё в юности обратился в христианство. Незадолго перед тем, как разразилась Первая мировая война, Габбер работал в Берлинском институте Кайзера Вильгельма. Там он возродил былую идею об уничтожении врага при помощи отравляющего газа вместо ружей. Его коллега описывает лихорадочную активность, сопровождавшую попытки Габбера создать химическое оружие. Мы слышали об испытаниях, которые профессор Габбер проводил в лабораториях нашего института. На них присутствовали представители военной верхушки, каждое утро съезжавшиеся к нам на своих серых стальных машинах. Работы шли днём и ночью. Много раз по вечерам в 11 часов я замечал в помещениях здания горящий свет. Все знали, что Габбер, как может, торопит своих людей. К 1913 году Габбер значительно продвинулся в разработке оружия. Теперь оно должно было производиться промышленным способом, являя собой значительное подспорье для германской армии. Новые технологии продолжали захватывать военные умы. Милитаризм 20 века требовал полной самоотдачи от науки и промышленности для достижения результата. В Германии всё это было. Когда противоречащие друг другу амбиции европейских держав приобрели характер открытого конфликта, Германия находилась во всеоружии. Война началась далеко на юге, с пистолетного выстрела на Балканах. Распространялась она со стремительной скоростью. В Центральной Европе сербы, хорваты и прочие народы заявляли территориальные претензии и вступали в хрупкие альянсы. КОНЕЦ В августе 1914 года Германия объявила войну России и Франции. Германские войска на пути к Франции прошли через нейтральную Бельгию, что возмутило остальную Европу. Ведь нейтралитет Бельгии был провозглашен ещё 75 лет назад, с момента образования королевства. Это с самого начала исключило возможность дипломатического урегулирования. Лидеры Германии обещали скорую победу, а для молодых людей, рвущихся на фронт, грязь окопов, разрывы гранат и свист пуль были ещё впереди. Фридс Кессель, бывший в 2014 году 25-летним резервистом, вспоминает мобилизацию войск после вступления страны в войну. Медосмотр в бараках на Александр-Штрассе. Вы здоровы? Да. Годен. Пехота. Вот и весь Медосмотр. Через 4 недели нам пришлось потесниться в бараках, уступая место следующему призыву. В начале сентября мы вышли из Дармштадта в учебный лагерь в Айнхессене в качестве 1-го резервного батальона 116-го пехотного полка. Штыки венчали букетики цветов. Мы выходили из бараков под звуки оркестра. Мы прибыли в небольшую деревушку Шренлинген и были расквартированы в домах фермеров, которые заботливо снабжали нас едой и питьем. Обучение в основном состояло из строевой подготовки и ухода за ружьями. Мы не были настоящими солдатами, мы были пушечным мясом. Тем временем еще одна новая технология нашла военное применение в воздухе. К началу 1915 года Германия стала сбрасывать бомбы на Англию при помощи дирижаблей. Огромные летательные аппараты либо обходили стороной артиллерийский огонь англичан, либо поднимались на недосягаемую высоту. Британцы были охвачены ужасом. То и дело, по всей стране поступали сообщения о дирижаблях. Англия была настолько обеспокоена, что задача по отражению атак с дирижаблей была возложена на восходящую звезду королевских ВМС молодого и честолюбивого офицера по имени Уинстон Черчилль, первого лорда Адмиралтейства. Беспокойство Англии было легко понять. Летом 1915 года германский цепелин L-13 нанёс удар по Лондону. Дежуривший в ту ночь помощник моториста сохранил об этом отчётливые воспоминания. Поднявшись примерно на 2500 метров, мы сбросили нашу 300-килограммовую бомбу. Даже с высоты было видно, как дома, кварталы, улицы превращаются в огромный кратер. Мы все замерли и онемели. Нам казалось, что на нас светят дюжины прожекторов. «Давайте убираться отсюда!» прокричал кто-то из соседнего машинного отсека. Я согласился, но командир продолжал кружить над городом. У нас на борту было ещё несколько бомб, и он хотел сбросить их все. Что ж, черт возьми, он был выдающимся офицером. Мы представляли из себя громадную мишень, и одного прямого попадания было достаточно, чтобы всё вокруг нас занялось пламенем. Это бы означало смерть для всех 16 членов экипажа. У нас не было парашютов. Политика высшего командования была такова — использовать каждый лишний дюйм пространства для бомб, а не для парашютов. Цепелины начали сходить со сцены лишь после того, как союзники создали, наконец, самолёт, способный набирать достаточную высоту для атаки на дирижабль. Теперь пилоты союзников могли в упор расстреливать корабли, много месяцев терроризировавшие Лондон. Для гигантов наступила пора медленной смерти. Однако борьба за владычество в воздухе только началась. Долина реки Ипор уже видела кровь тысяч молодых солдат, когда в ней решили впервые испытать изобретение фрица Габбера. Вторая битва на Ипре началась 22 апреля 1915 года. Было 6 часов утра. Дул северо-западный ветер. На вражескую территорию при помощи миномётов было заброшено более 6 тысяч канистр газообразного хлора. Ужасный и поражающий эффект газа превзошёл самые большие ожидания германских стратегов. Солдаты по ту сторону никогда не забудут момент этой страшной агонии. Поражённые газом продолжали поступать. Их приводили санитары партиями по 5-6 человек. Они садились или ложились на траву, и было видно, что они ужасно страдают. Особенно болели глаза, покрытые кусочками корпии. Это был горчичный газ, вызывающий временную слепоту от раздутия конъюнктивы и век. Поток людей возрастал. Те, кто мог видеть, указывали путь, а остальные шли за ними цепочкой, кладя руки на плечи впереди идущим. После обильной рвоты я не чувствовал никаких плохих симптомов, но вскоре у меня очень сильно заболели глаза. Мы с моим другом Леоном взялись за руки и отправились в полевой госпиталь. Трудившиеся, не покладая рук врачи, несколько санитаров делали всё, что могли. Всем по очереди закапывали глазные капли. Вскоре зрение у меня померкло, и к 11 часам я полностью ослеп. На меня навалились усталость, жар и боль. Придя в сознание, я оказался в 47-м военном госпитале в Латри. Было 2 августа. Я не принимал ванны с прошлого мая. На мне кишели вши, и я уже 15 или 26 дней не снимал ботинок. Больше всего я был благодарен медсёстрам. Первые несколько дней я только спал и кашлял. Палаты были заполнены жертвами газовых атак. Этот постоянный звук шаркающих ног, означавший, что принесли ещё одни носилки, возможно, чтобы отнести кого-то в морг. Неудивительно, что войска Наипри в панике рассеялись, оставив брешь в обороне протяжённостью более 6 километров. Однако немцев, мало веривших в изобретение Габбера, это застало врасплох. Они недооценили эффективность газовых атак. Германские войска прошли сквозь бреши, но к полномасштабному наступлению они были не готовы. На их пути встали британско-канадские войска, которые, сражаясь и умирая, не позволили германцам полностью занять позиции союзников. За апрель и май германцы израсходовали 500 тонн хлора, зарядив им более 20 тысяч снарядов. Самому Фритцу Габберу не удалось уйти безнаказанным. Габбер был сильно разочарован военными результатами на Ипре. Он жаловался, что Армения отнеслась к новому оружию серьёзно. Его жена Клара умоляла его бросить эту работу и остаться дома. Но, страстно желая усовершенствовать своё изобретение, увеличив его поражающую силу, Габбер остался глух к мольбам жены. Он отправился на Восточный фронт, где к западу от Варшавы после трёх разрушительных атак русские понесли первые потери от отравляющего газа, 25 тысяч человек убитыми и ранеными. К концу войны плохо защищённые русские войска потеряли более полумиллиона человек. Страшное свидетельство эффективности изобретения Габбера. Однако за одержимость своей работы Габбер заплатил дорогой ценой. В ту ночь, когда он уехал из дому на Восточный фронт, его жена Клара совершила самоубийство. Причины так и не были установлены. По мере того, как война поворачивалась против Германии, адмирал Тирпиц наконец осознал, что совершил огромную ошибку, отказавшись от использования субмарин. Тирпиц решил проверить боеготовность подводного флота, отправив его на блокаду Британии, чтобы вынудить её сдаться. Водное пространство вокруг Британии было объявлено германцами зоной военных действий. На вражеские корабли нападали без предупреждения. В свой первый год компания обернулась огромным успехом. На дно моря было отправлено более миллиона тонн различных судов. Британский флот охватила паника. Дозорным повсюду в море мерещились немецкие подлодки. Пилоты 250 аэропланов, принимавших активное участие в боях в первые годы войны, часто брали с собой на борт винтовки и пистолеты. Бомбардировки применялись редко и обычно выражались в том, что с самолёта сбрасывали ручные гранаты и динамитные шашки. Иногда даже кирпичи. В первое время сами пилоты считались чем-то вроде шофёров, а офицерский статус получали только стрелки. Многие из них к моменту начала войны служили в германской кавалерии. Но теперь растущая группа молодых авиаторов захватила всеобщее воображение. Прославленные воздушные асы представляли собой новый тип солдата. Отчаянно смелые, они символизировали красоту ранней пары авиации. Самым известным немецким лётчиком был Манфред фон Рихтгоффен, больше известный по прозвищу «Красный барон». Союзники уважали его и боялись, а в Германии он был всенародным кумиром. «Красный барон» вспоминает о своей воздушной схватке с одним британским ассом — Лану Хокером. Почти сразу же один из них попытался свалиться на меня сверху. Сделав пять выстрелов, он замолчал, поскольку я уже ушёл на крутой левый вираж. Англичанин пытался зайти мне в хвост. То же самое делал и я. Так мы и кружили в небе, как два безумца, сжигая топливо на высоте 3000 метров. Направо, потом налево. Каждый из нас стремился получить выгодную позицию для атаки. У него был очень манёвренный аппарат, но мой лучший набирал высоту, и я, наконец, смог зайти ему в хвост. В конце концов, Рихтгоффен вынудил Хокера спикировать и поразил его из пулемёта всего в 50 метрах за линией германских траншей. Хотя такие схватки оказывали малосущественное влияние на ход войны, они служили героическим примером для остальных. Немецкая, французская и британская публика с замиранием сердца следила за рассказами о том, как бесстрашные лётчики на своих боевых машинах вели смертельные схватки в ночном небе. Воздушные битвы представляли себя наполовину дуэль, наполовину минуэт, когда два лётчика кружили рядом в небе, проделывая фигуры высшего пилотара. Однако в небе над Францией 18 апреля 1918 года охотник стал дичью. Пытаясь одержать свою 81-ю воздушную победу, Манфред фон Эрихтгоффен, красный барон, был поражён пулей в грудь и погиб при крушении аэроплана. Но даже в то время, как ружья и штыки заменялись более совершенным оружием 20 века, бесконечный поток молодых людей по-прежнему умирал на полях сражений. В своём романе «На западном фронте без перемен» Эрих Мари Ремарк вспоминал свой собственный опыт окопной войны. Атака, контратака, удар, контрудар — всё это слова, но что за ними кроется? В современной позиционной войне бой требует знаний и опыта. Солдат должен разбираться в местности. Его ухо должно чутко распознавать звуки, издаваемые снарядами в полёте и при взрыве. Он должен уметь заранее определять место, где снаряд упадёт, знать, на какое расстояние разлетаются осколки и как от них укрыться. Разумеется, наше молодое пополнение почти ничего не знает обо всех этих вещах. Так бы вот, кажется, взял да и побил их за то, что они такие глупые, или вынес бы их на руках прочь отсюда, где им совсем не место. В битве на Марне, Привердене, на Соме, волна за волной немецкие, французские и британские солдаты выходили из траншей, нагруженные тяжёлой амуницией, со штыками, надетыми на винтовки. В течение трёх лет великие армии сражались в окопах, почти не сдвигаясь с места. Несмотря на миллионные потери с каждой стороны, линия траншей на Западном фронте перемещалась не более чем на 15 километров в каждую сторону. Из 65 миллионов человек, надевших военную форму с обеих сторон, 37 миллионов, более половины, стали жертвами этой Великой войны. Почти целое поколение потерь убитыми, ранеными или захваченными в плен. Ещё многие миллионы в тылу, включая женщины и детей, остались без крова. Это была современная война с современными средствами уничтожения, первая, в которой солдат косила пулемётным огнём, слепила и душила отравляющим газом, разрывала на части от мин, снарядов и бомб. На протяжении последующих лет изувеченные, покалеченные фигуры ветеранов станут живым напоминанием об ужасах той войны. Многие просто пропали без вести и были похоронены безымянными в окровавленных окопах, где они несли службу. Война окончилась, но методы ведения войны уже никогда не будут прежними. Музыка 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 Фильм переведён и озвучен на производственной базе ТПО РЭД МЕДИА Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok